Приветствую вас! Я бы хотел в первую очередь, наверное, задать вам такой вопрос. Вот вы спрашиваете, как забыть бывшего или как его вернуть? Что общего может быть у этих двух вопросов? Конечно, было бы хорошо, если бы вы сами для себя постарались бы это понять, но специфика нашего общения пока такова, что я вам должен сказать это сам. Хотя, еще раз повторю, было бы здорово, если бы вы сами ответили, наверное, на вопрос. Так вот, общего у этого то, что вы хотите забыть своего бывшего молодого человека, и хотите его вернуть для того, чтобы избавиться от некого такого негативного момента в вашем состоянии. То есть вам самой неприятно. Вы сейчас испытываете, возможно, боль, возможно, страдания. Вам сейчас плохо. Вы не знаете, что вам делать. И вам все равно, будет ли молодой человек с вами сейчас или нет. Вам лишь бы только либо его забыть, либо, собственно, либо вы его забываете, либо вы его возвращаете. То есть вы таким образом решаете свою проблему. Вот свою, как бы, личную проблему, свою дилемму, свою конкретную ситуацию таким образом вы решаете. И что я могу вам в этой ситуации сказать? Вот то, что заставляет вас, по сути дела, стремиться к тому, чтобы либо забыть, либо вернуть человека, вам нужно вот это как раз, и этого, точнее, вам нужно добиться самостоятельно. Для себя. Самостоятельно для себя этого вам нужно добиться. То есть, почему вы хотите забыть молодого человека, чтобы не страдать? Почему вы страдаете? Потому что вы не получаете того, что вам нужно. А чего именно вы не получаете из-за того, что молодой человек вас, например, бросил? И что вы хотите получить в результате того, что он вновь к вам вернется, например? Вот ответить на эти вопросы вам и нужно. И тогда, в принципе, будет не столь важно, захочет молодой человек к вам возвращаться или нет. Значит, забудете вы его или нет? Забыть молодого человека у вас не получится. По крайней мере, по крайней мере, вот так сразу забыть не получится. Даже если вы воспользуетесь гипнозом, даже если вы воспользуетесь, по сути, техническим средством для того, чтобы стереть свои воспоминания, все равно останутся чувства, все равно останутся некие такие эмоции, которые как раз таки не позволят вам продолжать, ну, не позволят вам забыть. То есть вам все равно будет что-то напоминать о том, что в вашей жизни было что-то дурное. И таким образом, это первый важный момент для вас. Что вам нужно от молодого человека? Что вы хотите от него получить? Какие потребности вы перестали удовлетворять через него и благодаря ему? Постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Это очень важно. Далее. Вы пишите, что он оставил вас беременным. То есть он как бы, ну, бросил вас беременным. Понимаю, он бросил вас беременным. Но чем человек руководствовался? Почему он это сделал? Что заставило его это сделать? Какова причина конфликта между вами? Давайте попробуем подумать на эту тему тоже. Ведь, может быть, если бы вы для себя определили, в чем проблема, в чем причина конфликта, может быть, вы смогли бы и поправить ситуацию. Может быть, вы смогли бы как-то, ну, знаете, как-то скорректировать свое поведение, чтобы молодому человеку захотелось к вам вернуться. Вы все же попробуйте подумать немножечко вот на эту тему и в этом направлении. Потому что для того, чтобы вернуть молодого человека, потребуется что-то поменять в своем поведении. И если вы ничего не поменяете в своем поведении, то, соответственно, он и не вернется. Тем более, если он оставил вас беременным. Так же, я бы очень настоятельно рекомендовал бы вам не рассчитывать на то, что молодой человек к вам вернется. Почему? Потому что вполне возможно, что он бросил вас не случайно, а как раз таки потому, что ему не захотелось с вами больше быть. Именно в силу, ну, в силу того, что отношения между вами, себя и жили. Такое, знаете, тоже, к сожалению, может быть. И вам желательно к этому быть готовым. Чтобы вы, ну, чтобы это не стало для вас какое-то такое, знаете, серьезное неожиданство, чтобы вы понимали, что это может быть. И чтобы вы все-таки постарались скорректировать свое поведение еще и на этот случай. Пожалуй, пожалуй, исходя из той информации, что вы прислали, я думаю, что на этом, в принципе, можно было бы завершить мой ответ. Потому что, в принципе, все возможные нюансы я раскрыл. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы вы постарались сами для себя проанализировать причины, причины, по которым мужчина вас бросил, причины, по которым мужчина перестал с вами общаться. Для чего? Чтобы, понимаете, проанализировав причины возможные, вы, по сути дела, исключите постарение этих аспектов в будущем. И это поможет вам избежать подобных негативных ситуаций в будущем. Возможно вести себя осторожнее, возможно не так доверять мужчинам, а вам можно, ну, вам можно скорректировать свое поведение так, чтобы вас больше не подставлять. На этом все. Надеюсь, что помогло. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... ... ...